Всем добрый день, с вами Игорь. Сегодня хочу показать недавно установленный свой двухтарифный счетчик. Не сам я его устанавливал, не РЭС, его установили. Там его просто надо сдать после покупки им. Они его программируют на два тарифа и потом сами привозят, ставят, пломбируют. Собственно сам счетчик, вот такой вот он, марка Ник 2100. Это однофазный двухтарифный счетчик, пломб нацепляли тут их целую кучу. Что он может показывать этот счетчик? Он может показывать, вот сейчас по кругу оно само переключается, разные показания. Сейчас время мы видим. Сверху Т2 буква, это тот тариф, который сейчас работает. Т2 это дневной тариф. Сейчас дата 28.09.19. Вот это киловатт-час, сколько потреблено всего. Ночной тариф плюс дневной тариф в сумме. Т1 это сколько потреблено ночью по ночному тарифу? 23 киловатт-часа. 23,7. Т2 сколько потреблено днем по дневному тарифу? 83 почти с половиной киловатт-часа. Ну и опять время, дата там дальше будет. Если надумаете ставить такой счетчик, обязательно или желательно, наверное обязательно сначала уточнить в местном вашем рейсе поставят ли они именно вам эту модель. Ну что у них там есть перечень, счетчиков там какие-то российские они уже не ставят, там еще есть латвийские, какие-то другие. Но вот этот вот ник, мне сказали, по-любому его ставят. Там же в Рейсе, потому что это наш украинский производитель. У них там, кстати, у этого производителя есть целая линейка этих счетчиков. Там двухтарифные, однотарифные, трехфазные, двунаправленные, двухтарифные. Ну там их выбор немалый. Ну и цена на него, это вот всего мне обошелся. Счетчик 1200-1300 гривен примерно. И с установкой получается 700 гривен, ну 2000. 2000 мне обошлось с установкой вот этот вот двухтарифный счетчик. У нас на Украине ночной тариф это половина стоимости электроэнергии 0,5. Это с 11 вечера до 7 утра работает этот ночной тариф. Тут в счетчике получается как бы два счетчика. Они отдельно считают по ночному и по дневному тарифу. И показания тоже надо будет соответственно сдавать два показания. По ночному отдельно сколько спожито и сколько спожито по дневному тарифу. Вот тут еще есть вот такая вот кнопка. Вот она, которой можно вот эти вот переключающиеся по кругу показания ускорить. И плюс еще есть добавочные интересные. Сейчас попробуем их посмотреть. Вот время, дата, сколько всего киловатт-часов за месяц получается. Я спожил. Сколько по ночному тарифу, по дневному. Вот этот вот интересный показатель это сколько сейчас потребляется в моем доме электроэнергии. Ну вот сейчас если в киловаттах, то это сейчас электроплитка работает. Она включается, выключается, поэтому прыгает. Вот сейчас она выключилась. 0,113,112 ватт. Интересный такой вот этот режим. Можно, если вам интересно, например, узнать сколько потребляет какой-то ваш электроприбор. Реально потребляет электроэнергии. Можно все дома выключить. Оставить только этот прибор и вон вам этот счетчик покажет, сколько вот сейчас моя плитка потребляет. Опять выключилась. Тысячу что-то там с лишним ватт. Ну это такое. Следующий показатель напряжения в сети. Вот сейчас у меня 235 вольт. Вот такое неплохое напряжение довольно. Ну я тут недалеко от трансформатора живу, поэтому напряжение у меня отличное. Почти всегда. Да даже и всегда можно сказать. Даже вечером и утром напряжение 235, 230, ну 225, 220 меньше я не видел. Вот такой вот счетчик. Надумал его поставить. У меня тепловой насос, который будет зимой работать в основном ночью по ночному тарифу, чтобы он меньше электроэнергии ел. Да и вообще холодильники тоже ночью работают и там какие-то другие, можно бойлер ночью больше включать, чтобы он в основном ночью работал, грел. Ну я думаю это хорошая штука. Она купится за какое-то время. Вот как-то так. Тоже считаю такие счетчики это какое-то отношение имеет к нашей альтернативе экономии наших денежек на энергии. Ну все. Если у кого-то какие-то вопросы есть по этому счетчику, или что-то я не сказал, что такое-то интересует, спрашивайте. Все. Всем пока.